В большинстве стран, принимающих много иностранных гостей, в числе условий для того, чтобы впустить в себе гостя, немаловажную роль играет наличие у него медицинской страховки. В Россию, в Российскую Федерацию пока можно въезжать без таких страховок из других частей России. Это, конечно, очень полезно с точки зрения предстоящего, неизбежного экономически воссоединения нашего государства. Но, как любая работа на перспективу, влечет за собой серьезные сиюминутные издержки. В частности, то, что к нам приезжают рожать гражданки других частей России, где медицина находится в существенно худшем состоянии, чем в Российской Федерации. Надо ли с этим бороться? Трудно сказать. С одной стороны, сейчас, несмотря на все многолетние усилия экономического блока правительства Российской Федерации, государство располагает достаточными средствами, чтобы позволить себе такую форму благотворительности. С другой стороны, это можно себе позволять только при условии, что мы сознательно ориентируемся на то, что страну надо восстанавливать и восстанавливать в самом скором будущем. Насколько я могу судить, понимание неизбежности такого сценария развития уже давно созрело у президента и непосредственно подчиненных ему структур, администрации президента, Министерства иностранных дел и так далее. Но любые усилия по объединению страны встречают резкое противодействие экономического блока правительства Российской Федерации, поскольку та теория, которую надлежит исповедовать, дабы быть принятым в этот блок, предусматривает максимально возможное расчленение общества на независимые и поэтому беспомощные ячейки. Так что, думаю, с точки зрения экономического блока правительства Российской Федерации давно пора вводить требования медицинской страховки на границе, ну а с точки зрения стратегических интересов страны, давно пора значительно сильнее действовать в пользу воссоединения всей России. Продолжение следует...